Пару дней назад разговаривала с своим старым знакомым, который смотрит мои ролики. И он прикололся. Здравствуйте, дорогие друзья! И я решила, что приветствие надо менять. Я вас назову девочки и мальчики. Хорошо? Не обидитесь? Ну, мы же примерно одного возраста когда-то вместе в школу ходили и в классики прыгали. Ну, те, кто помоложе, конечно, не обидятся, правда? А кто постарше? Ну, я думаю, тем более. Так что здравствуйте, дорогие девочки и мальчики! Заканчивается конституционный суд. И мы с вами разберём последний день, 16 января, что было на этом суде. Мне, как всегда, помогает статья из газеты Делфи. Кристина Худенко. Ну, журналистка просто супер, да? Она пишет такие хорошие статьи, так всё подробно, всё правильно, таким понятным языком. И я вас призываю послушать эту статью. Давайте мы её разберём, посмотрим, ну, что-то прокомментируем, хорошо? Вот. А потом перейдём ко второй части. Так что досмотрите ролик до конца. У нас будет вторая часть, весёлая часть, которая уже не связана с этой темой. Мы немножко развлекаемся. Так что простите нас, приходите к нам в гости. Ставьте лайк, не забывайте. Кто не подписан, подписывайтесь. И поехали! Статья называется Сема описал ситуацию, в которой приняты поправки к закону об эмиграции, оспоренные в Конституционном суде. Они аннулировали постоянное ВНЖ 25 тысячам 316 гражданам России, бывшим гражданам или негражданам Латвии. Выяснилось, что в Литве и Эстонии таких людей крайне мало. Портал Делфи подводит итог последнего дня слушаний и дебатов. Почему эти люди на тот момент граждане и неграждане Латвии выбрали гражданство России? «Внешний мотиватор самый сильный», считает представитель Сема Вилнис Витолиндж. И называет самые вероятные, по его мнению, причины. Ностальгия по возвращению в СССР под руководством Кремля, желанию быть частью российского величия, видение своего центра жизни в России, более легкие путешествия и возможность дольше находиться там, наслаждение правами россиянина, в том числе получение российских пенсий, юрист признает, что это внутренний выбор каждого, но считает, что выбор этот отразился и во внешних проявлениях, в частности, в том, что после десятилетий жизни в Латвии больше половины этих людей не смогли предъявить даже базовое знание латышского языка. И это уже, настаивает Витолиндж, напрямую связано с вопросом безопасности Латвии. Поэтому депутаты имели полное право обратить внимание на многотысячную группу граждан страны-агрессора в Латвии. И вообще, иностранцы тут гости, а право хозяина решать, кого он хочет видеть в гостях. Ни один хозяин не выгонит гостя, если тот соблюдает правила проживания. Пугающую картину от оппонента юрист Елизавета Кривцова парировала столь же образно. Бдительный взгляд президента одного государства отметил, что другое государство действует против его интересов и решил развязать агрессивную войну. Бдительная власть другого государства заметила, что эта война идет по соседству. И не отвечает интересам этого государства. Оно решило позаботиться о своей безопасности, соблюдая Конституцию, международное право и стандарты прав человека. Государство, которое продолжило действовать на основе ценностей, демократии и прав человека, послало лучший сигнал первому государству. В Конституционном суде завершились слушания по заявлениям от 29 граждан России, бывших граждан и неграждан Латвии. Они просили проверить, насколько поправки к закону об иммиграции соответствуют сатворстно и декларации по правам человека. Их интересы представили юрист Елизавета Кривцова и адвокат Иннаса Никульцева. Слушания по делу проходили с 9 по 16 января. Свою позицию изложили представители заявителей, законодателей, СЭМа, МВД, Минюста, Управление по делам гражданства миграции, СЛУЖБЫ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ, ЦЕНТРА ЯЗЫКА, БЮРО ОМБУДСМЕНА, ЛАТВИИ В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОЗАЩИТНЫХ ИНСТИТУЦИЯХ, БАЛТИК ХУМАН РИЧ СОЦИАЛЕТЫ, А также работающий в Европарламенте юрист Алексей Димитров. В пятницу председатель Конституционного суда Алдис Лавинш встретится с президентом Латвии Эдгаром Ренкевичем. Оглашение приговора 15 февраля. Напоминаем, что все четыре дня слушаний судьи не уставали задавать вопрос на тему того, что поправки распространили только на 25 тысяч граждан России, которые получали постоянный вид на жительство по нормам закона об эмиграции, вступившего в силу в мае 2003 года. А вот почти 5 тысяч граждан России, которые получали постоянные ВНЖ раньше, по утратившему в 2023 году силу закона о въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства, новое правило не коснулись. Представители СЭИМа и ПЛНП заявили, что эта группа российских граждан не так многочисленна, а в активном возрасте среди них около тысячи человек. Поэтому законодатели сконцентрировались на большей группе тех, кто сознательно отказался от гражданства или не гражданства Латвии и получил гражданство России после 2003 года. Представители заявителей настояли на том, чтобы судьи обратили внимание на отказ СЭИМа применять поправки к сравнимой группе граждан России. Впрочем, так и не ясно. Если судьи признают группы идентичными и выявят дискриминацию к одной группе в сравнении с другой, что дальше? Значит ли это, что и поправки в отношении 25-тысячной группы отменят? Или, что иносказательно предложили представитель СЭИМа и судья Аутрида Бреда, суд предложит устранить неравноправие. К уже проверенным присоединят еще несколько тысяч граждан России. Правда, что люди теряют место жительства и доступ к медицине. Самый молчаливый судья Конституционного суда Янис Нейманис на этот раз задал представителю СЭИМа очень конкретные бытовые вопросы по поводу жизни в Латвии, попавших под поправки граждан России. Правда ли, что в результате реформы судья назвал так поправки, граждане России вместе с ВНЖ потеряли декларацию места жительства, ее аннулировали, а также они больше не получат медицинское обслуживание. Как известно, подавляющее большинство из попавших под поправки люди очень преклонного возраста. На это Вилнис Виталинш уточнил, что законный долг каждого, кто получил любой ВНЖ в Латвии, задекларировать свое место жительства. А если ВНЖ утрачен, из регистра жителей эта декларация убирается. Но если гражданин России вовремя выполнил все требования поправок, то ему дают особый ВНЖ на два года. Он декларированное место жительства не теряет. Если человек не выполнил все новые правила в срок, он утратил и декларацию. Впрочем, само жилье человек не теряет. Он может продолжать в нем находиться, если он легально проживает в Латвии. Например, если запросил новый ВНЖ в Латвии, уточнил представитель Сейма. Медицина за деньги доступна всем в Латвии. Но по закону, минимальная оплаченная государством корзина медуслуг положена только иностранцам с постоянным ВНЖ. Информация о них есть в регистре медуслуг. Так что, если условия поправок не выполнены вовремя, то медицинские услуги только за свой счет. По закону, на двухлетний ВНЖ подать документы можно до 1 апреля. При этом у тех, кто не подал до 31 декабря, постоянный ВНЖ уже утратил силу. Вместе с ним аннулировались декларация места жительства и право на оплачиваемую государственную медицину. Таких людей, по данным ПЛМП, около 2,5 тысяч человек. Впрочем, есть сигналы, что другие 2,5 тысячи граждан России, которые все подали вовремя, тоже после Нового года столкнулись с печальными последствиями аннулирования постоянного ВНЖ. Тезисы заявителей Некачественно Нарушение прав Коллективное выдворение Гражданство России Бывшие граждане и неграждане Латвии брали во время, когда у Латвии с Россией были относительно хорошие отношения, а президенты и министры Латвии ездили в Москву наладить связи. Коллективное выдворение Любые мероприятия, которые приводят к выдворению группы. В этом случае человек после перерегистрации надеялся спокойно жить 5 лет до перерегистрации, а в целом и всю жизнь. После принятия поправок он не был достаточно активен. Ему грозит выдворение. Много спорили, на каком этапе вести индивидуальные проверки. Сейчас они проводятся только на этапе перед выдворением, когда человек уже лишен всех прав пребывания в Латвии, лишен возможности продолжать частную и семейную жизнь. Почему нельзя было оценить риски безопасности, не аннулируя ВНЖ? Например, как у граждан России с инвестиционными ВНЖ. И почему не проверили группу граждан России, которые получили постоянный ВНЖ по старому закону? К тому же, до сих пор никому из попавших под поправки не отказали в статусе постоянного жителя ЕС в Латвии из-за того, что он несет риски безопасности. Изначально был дан очень короткий срок на сдачу экзаменов и оформление документов. К тому же, многие попавшие под поправки не могли задним числом выполнить новые условия по доходам и пребыванию в Латвии. Позже часть условий облегчили, но уже после того, как последствия вступили в силу, а время ушло. До сих пор у людей некоторых профессий дальнобойщикам, морякам, пилотам нет возможности получить постоянный ВНЖ. За последние пять лет они отсутствовали в Латвии дольше двенадцати месяцев. Раньше они имели на это законное право, а теперь задним числом нет. Не все, кто сдаст экзамен, через два года могут претендовать на постоянный ВНЖ. Им надо будет удовлетворять требования по уровню минимальных доходов, пенсии гораздо ниже и сроков проживания за последние пять лет не дольше двенадцати месяцев задним числом. Не все, кто не сдаст экзамен, могут претендовать на временный ВНЖ. Это возможно только при наличии детей и родителей, граждан или неграждан Латвии. ВНЖ по гуманным причинам зависит от воли чиновников. Одинокие и неработающие не могут получить ВНЖ. не соблюдены принципы хорошего законотворчества. Поправки много раз менялись и не предусмотрены для многих типичных ситуаций. Все делали в спешке, но в итоге дали по два года. Значит, можно было сразу не спешить. Если цель укрепления позиций госязыка, то почему всех проверять не стали? К тому же возможны более щадящие меры. Обязать учить язык, посещать курсы, сдавать экзамены, штрафовать нерадивых. Но незнание языка не повод для выдворения. Даже Центр госязыка согласился, что для использования госязыка в жизни важна устная часть. Так зачем проверять письменную часть у пенсионеров? Понятно, что сегодняшняя система проверок не приспособлена для пожилых. Тезисы законодателя безопасность, госязык, все индивидуально. Россия двигает свою доктрину русского мира о том, что они намерены защищать граждан России по всему миру, в том числе используя брутальную военную силу. Долг Сейма защищать независимость и безопасность государства и гарантировать правовыми механизмами. Эти граждане России сознательно отказались от гражданства Латвии или натурализации и получили в облегченном порядке постоянный ВНЖ Латвии, не подтверждая знания языка. Гражданство России им дали по упрощенной формуле, по такой же его предлагали в Литве и Эстонии, но в Латвии его получили двадцать пять тысяч триста шестнадцать человек, а в других странах всего четыреста тридцать человек в Литве. Подумайте, да, почему там столько четыреста тридцать? Им же всем гражданство дали за просто так, а нам-то не дали. Прямо читаю статью и хочется кричать. Очевидно, эти люди решили выразить доверие России, а не Латвии. Но жить остались в Латвии, куда они или их предки попали вследствие оккупации. Россия может использовать своих граждан в своих целях, поэтому к ним надо присмотреться с особым вниманием. Нормы не направлены на выдворение, их можно было выполнить, если есть желание. Бездейственность, которая рационально не объясняется, ведет к подследствиям. Любой ВНЖ всегда требует активных действий, а не только проживания. Знание языка на базовом уровне связано с получением достоверной информации и наличием критического мышления. специалисты подтвердили, что если активно действовать, то базовое знание языка не невыполнимая просьба. Почти половина не сдавших экзамен по языку 11 тысяч не смогли показать даже базовый уровень после долгой жизни в Латвии. Или они тут постоянно не жили. Но я думаю, что очень многие завалили именно на письменной части. Я думаю, все эти 11 тысяч прекрасно говорят по-латышски. Но если не прекрасно, то по крайней мере хорошо. А вот завалили из-за письменной части. Тут они, конечно, загнули. Процедура выдворения не автоматическая. Каждого выслушивают. Не зависит от воли одной персоны. Нетипичные случаи индивидуально рассматриваются и находятся решения. Если своих доходов не хватает, можно искать поручителей. Ага, кому это надо? 2200 граждан России ничего не сделали для сохранения ВНЖ. 987 граждан России уже выехали. Возможно, таких больше. Значит, эти люди использовали свои ВНЖ только как паспорт для путешествий. А сейчас они решили уехать вместо того, чтобы остаться и помогать гражданам Украины, которые страдают от их страны. Поправки к закону об иммиграции лишь часть мер, принятых для укрепления безопасности Латвии. Среди них снос православляющих оккупацию памятников, перевод всех школ на госязык обучения объявила 9 мая днём памяти погибших в Украине. Ну, пишите комментарии по этой части, а мы сейчас перейдём ко второй части, к весёлой, потому что эта часть как-то хватает за нервы, хочется немножко расслабиться, правда? Ну, давайте я вам сейчас отвечу, кто выиграл в прошлой викторине, в которой я задала вопрос, в каком веке был создан флаг России. Правильно ответила Наталья. Наташа молодец, она участвует у нас в викторинах и ответила правильно, в девятнадцатом веке. Кому непонятно, заходите в гугл и читайте, я читать сейчас не буду. Я вам сейчас лучше прочитаю очень интересное стихотворение, мне прислала моя подписчица, вот, а потом мы с вами опять сыграем викторину новую, хорошо? Послушайте, стихотворение очень хорошее, это как раз для нашего возраста, ну, конечно, есть молодые, которые осмотрят меня, но молодые, знаете, вы же не всегда будете молодыми, мы же тоже когда-то были молодыми, вот, поэтому такое интересное стихотворение будет для всех, и для мальчиков, и для девочек. Тоже стихотворение Ларисы Рубальской. Стоит старость на пороге, просится в мой дом, я ж с поклоном к ней, не строго, может, ты потом, погоди еще немножко, не стучи мне в дверь, не заглядывай в окошко, страшно мне, поверь, не гоню тебя я в целом, ты меня пойми, старость встретить я б хотела, но повремени, если можно, то попозже, слышишь, не сейчас, не готова я, похоже, не пришел мой час, может, ты дорогу знаешь, где мы разменемся, ненадолго, лет на сорок, а потом вернешься, забери пока болячки все мои в рюкзак, за подарки, за гостинцы, не за просто так, поброди еще по миру, солнце везде светит, может, кто-то ждет тебя, может, кто приветит, отвечает тихо старость, да я ж понимаю, у меня, конечно, график, но я нарушаю, посылают по работе, я ж должна проверить, кто, насколько, сам в себя может еще верить, вот пришла к тебе и вижу, ты еще летаешь, вся в работе, вся в заботе, людям помогаешь, если ты осрочку знаешь, я уйду на время, пригласи на часик в гости, чай попьем с вареньем, чай попили, поболтали с нею, как с подружкой, ей в путь дала варенье, чаю в термос кружкой, проводила до порога, дверь за ней закрыла и сказала, слава Богу, что уговорила, хорошее стихотворение, правда? Это Лариса Рубальская. А сейчас мы пойдем с вами слушать факты, я вам факты прочитаю, а потом задам вопрос викторинный, и вы мне на него ответите, хорошо? И я оглашу победителя. Так, первое. Слоны и люди единственное млекопитающее, которое могут стоять на голове. У кошки, падающей с двенадцатого этажа, больше шансов выжить, чем у кошки, которая падает с седьмого этажа. Может, вы знаете, почему? Я, честно говоря, не знаю, может, вы мне напишите. Слон единственное животное с четырьмя коленями. Когда жирафа рожает, её детёныш падает с высоты полутора метров. Несмотря на гор, позвоночник у верблюда прямой. Собаки женского пола кусают чаще, чем псы. Слушайте, это точно! Наши женщины тоже кусаются. Я смотрю по комментариям. Женщины кусаются сильнее, чем мужчины. На горел действуют противозачаточные таблетки. Надо же, не пожалели таблеток на горел. Они такие дорогие. Животное, которое дольше всех может не пить, это крыса. Нужно четыре часа, чтобы сварить вкрутую страусиное яйцо. Оно же огромное. Европейцы, приехав в Австралию, спросили у аборигенов, а что это тут у вас за странные прыгающие звери? Аборигены ответили, кенгуру, что значило не понимаем. Понимаете, они так сказали, не понимаем. Ну, и кенгуру называли кенгуру. А теперь вопрос. Помните, там в передаче было? А теперь внимание, вопрос. Какое животное с самым большим мозгом по отношению к телу? Можете тоже прогуглить, а может быть, вы знаете. Пишите ответ. А сейчас до встречи пока.